Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы обсудим очень интересную новеллу в гражданском праве, в части наследственного права. Недавно увидел новость, но хотел уже сделать на нее обзор, но вот сейчас прислали уже и подписчики. Итак, что за новелла? С 1 июня следующего года, то бишь 19-го, супруги получат право на составление совместного завещания. Прежде такое право было закреплено только за жителями Крыма и Севастополя. Правда, в этом случае срок получения наследства, как и сейчас, через полгода после смерти последнего из наследодателей. Ну, здесь идет сравнение, это выдержка из статьи, здесь идет сравнение с другими новеллами, поэтому, короче говоря, такой же срок, как и сейчас, полгода. Тут принципиальное отличие в том, что законные супруги смогут включить в общее завещание не только совместно нажитое имущество, но и личную собственность каждого. Документ также позволяет определить доли, причитающиеся каждому наследнику. Ну, это не новелла, доли можно было и обычным завещанием определять. Дальше. Но есть несколько условий. Супруги должны состоять в официальном браке и быть дееспособными. Ну, ладно. Это вещи практически, как бы, масломасляные. Ладно. Если брак расторгается до смерти одного из супругов или признается недействительным уже после этого, завещание не имеет силы. Внести изменения в документ после смерти кого-либо из наследодателей невозможно. Обсудим вот эту новеллу. Ну, во-первых, первое, что приходит на ум. Я недавно делал как раз обзор на очередную то ли законодательную инициативу, то ли на законопредложение. Там предлагалось всем вступающим в брак в официальный заключать брачный договор. И в числе прочего, как раз автор законодательной инициативы указывал на то, что можно брачным договором регулировать отношение супругов к добрачному имуществу. То есть, определять судьбу имущества не только совместно нажитого, но и добрачного. И обратите внимание, здесь то же самое. Можно составлять завещание не только включать туда совместно нажитое, вот это общее завещание супругов, но и нажитое каждому из супругов до брака. То есть, личное имущество. Это уже тенденция. То есть, не кажется ли вам, что два события, во-первых, в разных отраслях права, в семейном и в гражданском, в части наследственного, во-первых, они очень по времени связаны. Во-вторых, это две, ну, в общем-то, разные отрасли права. Но одна и та же мысль преследуется. То есть, вот лично мне что видится? Желание законодателя, то бишь системы, наложить лапу на добрачное имущество супругов. Ну, а так как при, даже по статистике мы знаем, что при разводе больше теряет мужчина, как правило, ну, опять же, к статистике мужчина больше зарабатывает. Если мужчина больше зарабатывает, это данные там практически всех стат исследований, то, соответственно, он больше формирует совместное имущество. И, соответственно, в случае развода при делении 50-50 он теряет больше. И, соответственно, опять же, при вступлении в брак мужчина по той же логике будет иметь больше имущества, нажитого до брака, нежели женщина. Более того, все-таки у мужчин возраст вступления в брак несколько позже, опять же по статистике, чем у женщин Соответственно, у него было время на формирование имущества Поэтому мужчина в брак привносит и до брака, и в момент брака Ну, просто это следует из 100 данных больше имущества Поэтому если делить его пополам, то это потеря для мужчины только в совместно нажитом имуществе Если же распространить влияние института брака и на добрачное имущество, то, соответственно, потери еще больше Поэтому, вот мне действительно видится, что законодатели, систему не устраивает вот эта невозможность распространить действие брака на добрачное имущество То есть здесь ополовинивается все, мужчина бежит дальше зарабатывать, а вот то имущество как-то выходит из дележки, которую он там когда-то успел нажить И там, и там, все-таки тенденция распространить влияние брака на добрачное имущество То есть, например, в завещание выписать Дальше, второе, что мне видится, для чего это все-таки делается? Кроме того, что можно там выписать завещание совместное, для чего это при жизни делается? То есть, как это будет влиять на жизнь супруга? Допустим, на жизнь мужчины, мужа, пока он еще не помер, там, его имущество куда-то там не делось Здесь я даже не буду какие-то домыслы говорить, расскажу просто на примере их жизни Есть у меня один человек, которого я очень хорошо знаю, так скажем, родственник Ну как, дальний родственник Очень хорошее отношение, очень хорошо его знаю, знаю так более-менее судьбу Так вот, что на данный момент у него? На данный момент он состоит уже в каком-то там третьем, если не четвертом браке То есть, далеко не первый брак Соответственно, брак с женщиной, которая тоже там, третий или четвертый брак Самому ему сейчас уже хорошо за 60 И чем человек занят? Во-первых, он работает, он продолжает работать Он уже пенсионного возраста, но продолжает работать, потому что денег не хватает И параллельно он занят созданием имущества Очень крупного там, недвижимого имущества То есть, он накопляет и накопляет имущество Он вкладывается туда здоровьем, силой, деньгами Но, естественно, он не может позволить себе жить на пенсию То есть, он создает и создает имущество И когда я все это вижу, у меня впечатление такое, как в данном впечатлении Мысль, что, думаю, друг, ну, тебе уже за 60 Ты создаешь имущество, срок службы которого 50-70 лет, как минимум И то потом там, его можно, ну, каким-то образом там раньше продать То есть, оно будет иметь шлейф там до 100 лет Срок службы его непосредственно там 50-70 лет Каким образом ты планируешь воспользоваться им? Ну, в принципе, ты за него работаешь Ты за него откровенно вкалываешь Ты гробишь последние, там, годы жизни Ну, 60 с гаком Ну, сколько ты проживешь? Ну, 80 Ну, пусть 80, там, с чем-то Все равно ты гробишь последние годы Которые могли бы быть активной жизнью, ладно Может быть, последние десятилетия жизни Но если ты до 90 доживешь, там же уже неактивная жизнь будет Сейчас ты гробишь последние годы Которые можно было бы, там, не знаю Попутешествовать, на рыбалку съесть и так далее Ради создания имущества Ты его используешь процентов на 20 Ты просто не успеешь больше использовать Показалось бы тебе логичным Работать, вкалывать по полной программе Потом пойти на эти деньги, купить, не знаю, килограмм яблок Надкусывать и выкидывать Вот, примерно один укус яблока Это 20% яблока Тебе бы показалось это бредовым Что из килограмма яблок ты съешь несколько грамм То есть ты каждый надкусишь, выкинешь, надкусишь, выкинешь Если ты миллионер, то может быть и хрен с ним Но ты далеко не миллионер Ты вкалываешь за каждое яблоко Но потом ты один укус и выкидываешь То же самое ты делаешь сейчас Ты создаешь имущество, которое по сроку службы В соответствии со сроком твоей жизни Ты не используешь там На 20% может используешь Тем не менее создает Но это ладно Это, как говорится, его инициатива Очень интересна позиция жены У жены есть от одного из браков дочь Дочь взрослая Семьи нету, детей нету То есть самостоятельная, взрослая Нормально себя обеспечивает Она старше меня То есть это женщина Такая вполне уже в годах Так вот, нормально себя обеспечивает Но тем не менее у жены, у матери, этой дочери Соответственно у жены моего родственника Постоянно, что надо помочь, надо помочь, надо помочь То есть вот весь этот ресурс Очевиднейшим образом создается как раз Я думаю, что для нее, для его жены Вот это совместное завещание Во! То есть создается для ее дочери Вот здесь, как не вспомнить Очень частые женские высказывания Что мать-одиночка Это не одинокая женщина У нее ребенок есть Это не мужчина ее берет с ребенком Это она мужчину пускает в свою семью Вот здесь на 100% И то, что ребенку сорокет уже Роли не играет абсолютно То есть у нее есть, по сути, своя семья И мужчина в этой семье используется как ресурс Он работает в том числе на ее ребенка Ну, ребенка, я говорю так, в кавычках Сорокалетнего ребенка Ничего не меняется Все равно, так или иначе, у нее не получается Уже в таком солидном возрасте Создать новую семью Считать, что у нее семья вот с этим мужем У нее семья со своей дочерью У которой тоже нет мужа У которой тоже очень много было там Бойфрендов Один за другим сменялись Но официально ничего нету И периодически меняются Сейчас уже, я думаю, что там потише смены пошли Потому что 40 лет Ну, короче говоря У нее семья с дочерью Все остальные используются для этой семьи Причем и дочь будет использовать своих там бойфрендов Очередных И мать будет использовать Это будет накопление для вот дочери Для чужой, по сути, для этого человека Для моего родственника, дочери Это дочь его жены, но не его дочь Вот И поэтому совместное завещание здесь было бы как нельзя лучше Оно и так будет Он и так будет подведен, что он личное завещание составит На этого ребенка великовозрастного Ну, а здесь вообще шикарно Давай совместное завещание составим Это вторая мысль, которая приходит И третья, последняя мысль, которая приходит Я оставляю вопрос открытым Чтобы ничего не утверждать Просто вам на раздумье Подумайте сами Есть такая штука Вообще, как бы и в уголовном праве И в криминалистике Называется виктимность Виктимность, ну так, если очень узко ее рассматривать Это предрасположенность человека К тому, чтобы стать жертвой преступления Того или иного преступления Ну, чтобы попроще было понятно Если девушка будет ходить в мини-юбке по подворотню ночью То она повышает тем самым свою виктимность Да, виктимность можно повысить или понизить Она повышает свою виктимность В отношении, допустим, там, сексуальных преступлений Если вы пьяный в стельку ходите Вот так вот, купюры пересчитываете В той же подворотню ночью Вот, их в карман так суете, чтобы они торчали И спать ложитесь Вы очень сильно повышаете свою виктимность В отношении ограбления Разбойного нападения А если вы спать легли в отношении кражи Если вы идете в магазин и не закрываете дверь В квартире просто настиж открываете Вы очень сильно повышаете свою виктимность По отношению к квартирной краже То есть, это чтобы было понятно Поэтому, виктимность, она есть какая-то стандартная Вы можете идти по улице, никого не трогать Вас просто подошел там наркоман, зарезал какой-нибудь Ни с того, ни с сего Вы не могли это предугадать Но есть определенный процент То, что можно увеличить или понизить Например, но откровенно не нарываться Так вот, а теперь подумайте Человек, который подписал совместное завещание С женщиной, с женой Которая рассматривала его как ресурс Не повысил ли он тем самым свою виктимность Понятно, что, допустим, это не все женщины Но вот, допустим, есть гипотетическая ситуация Жена рассматривает мужа как ресурс Я не говорю, что это все жены так рассматривают Ну, такое же может быть Рассматривает как ресурс Он подписывает с ней совместное завещание Не увеличивает ли он виктимность? Не увеличивали ли виктимность Те пенсионеры, которые подписывали там С черными риелторами договор ренты Например, то есть У пенсионера есть, у одинокого пенсионера Трехкомнатная квартира Он подписывает договор ренты Ему выплачивается определенная сумма в месяц За ним уход осуществляется И в 90-е годы такого было дофига Но потом почему-то, ну, старенький, наверное Поэтому он очень быстро умирал После этого А квартира, соответственно, по договору ренты отходила Уже тем риелторам Которые, собственно, с ним этот договор подписывали И вот как-то получалось так Что только подписал, сразу помер Ну, на тебе Не повезло Так бы мог жить и жить А вот почему-то помер Конечно, конечно Никому и в голову не придет считать Что какая-то взаимосвязь есть с договором Но вот иногда дураки считают Что она есть И, например, что подушка Грамотно положенная на лицо человеку Она примерно потом похожа на сердечный приступ Это, во-первых, во-вторых, паталаганатом Может быть в сговоре И написать то, что нужно Ну, короче говоря, вот были такие мнения Что помогали пенсионеру идти из жизни Подписав договор ренты, он увеличивал свою вективность Подписав совместное завещание Не увеличивает ли человек вективность Вот этот муж Который использовался как ресурс Для детей жены У нее есть просто семья со своими детьми Не получится ли, что, не знаю, в суп ему что-нибудь попадет Нет, я не утверждаю, как знать, как знать Что ему что-то в суп попадет Что ему нужно будет завтра скорую вызвать А жена не заметила, что он упал И там за сердце держится Ну, мало ли, упал, упал человек Она в это время телевизор смотрела И абсолютно ничего не слышала Короче говоря, не повышается ли у него вективность Относительно Даже во втором-то случае это и не преступление Никто никому помощь не обязан оказывать За исключением определенных законов людей Так вот Вот над этим тоже стоит подумать Что он себя делает уязвимым Как, например, было в свое время Инициатива, что сделать добровольно Вы можете либо при получении паспорта Либо при получении прав Сразу определить Согласны вы на изъятие органов В случае вашей гибели безвременной Или не согласны И, опять же, мнения юристов были Что как только человек согласится Он повысит свою объективность Что ему завтра кирпичом по голове шлеп Надо же, умер безвременно И органы изъяли То есть основная масса будет бояться этого И будет не соглашаться Ну это ладно Это уже к другой области Но тем не менее Как только вы показали себя Как возможный ресурс Как только вы заявили Что после моей смерти Что-то кому-то отойдет Ваша смерть стала уже Довольно-таки заманчивым событием Довольно-таки таким событием Которое стоит приблизить Это и будет увеличение эффективности Поэтому вот Такое рассмотрение этой инициативы Ну вопрос оставляю открытым Может быть кто-то считает Что нет Как только он подпишет завещание То те дети Чужие по сути ему люди Они начнут наоборот О его долголетии задумываться Как бы чтобы он подольше прожил И чтобы им это наследство Не получить подольше Короче говоря Вопрос оставляю открытым Субтитры создавал DimaTorzok